Сейчас их можно встретить на улицах любого города. Они быстрые и удобные, но без должных навыков управления могут быть опасны. Все это об электросамокатах. На них комфортно, а главное, оперативно можно добраться на работу или в школу. Ведь кажется, что электросамокатом может управлять даже ребенок. Просто отталкиваетесь ногой, как на обычном самокате, плавно нажимаете газ и едете на большой и вместительной платформе. Но так ли это безопасно на самом деле? Итак, сейчас я впервые попробовала прокатиться на электросамокате. Данная модель достигает максимальной скорости 30 км в час. И, честно говоря, я, конечно, эту скорость сейчас не набрала, но мне и то было страшно. А другие модели способны достигать скорости аж до 100 км в час. Представьте, если на такой скорости врезаться в кого-то или во что-то, какие будут последствия? Не каждый может совладать с высокой скоростью средств индивидуальной мобильности, из-за чего столкновения самокатчиков с пешеходами и автомобилями происходят все чаще. К тому же проходимость городского электросамоката не очень высокая, поэтому ямы, кочки, лужи и даже брусчатка могут стать причиной аварии. Сейчас электросамокаты официально не являются транспортным средством, но способны разгоняться до высоких скоростей. При этом никаких правил законодательства для них не предусмотрено. Например, при столкновении человека на электросамокате и пешехода формально сталкиваются два пешехода, так как владельцы данных средств передвижения по ПДД являются именно пешеходами. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия по вине вышеупомянутого участника дорожного движения ответственность лежит на нем в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Москве уже планируется введение мер по регулированию езды на электросамокатах. Так, если средство передвижения будет ехать по проезжей части, оно будет находиться в зоне контроля ГИБДД. Если же самокат передвигается в одной зоне с пешеходами, то управляющего им гражданина обяжут ехать со скоростью пешеходов. Помимо прочего, скорость самокатов, которые можно взять на прокат, также планируется ограничить до 25 км в час. Мы решили узнать у жителей Щелково, как они относятся к введению правил для водителей электросамокатов, одобряют ограничения или нет. На самом деле это очень удобный способ передвижения, но я в целом согласен с этим законопроектом, потому что даже на набережной люди катаются, тут много маленьких детей, их могут снести, и это не очень хорошо будет. Ну езды, езды, да. В принципе, дешевле, чем машины, и тоже можно ехать куда-то. Страшно, когда с детьми, это страшно, конечно. Ну и хотелось бы, конечно, какие-то правила для них существовали, потому что иногда они едут очень на большой скорости. Это прекрасно, что в 21 веке придумано немало устройств, облегчающих жизнь человека, но при этом не нужно забывать об элементарных правилах безопасности. Также взрослые должны понимать, что электросамокат не игрушка, а серьезное средство передвижения, способное в некоторых случаях развивать скорость более 60 км в час. Разрешать на нем кататься ребенку без сопровождения взрослого человека точно не стоит. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.